Всем привет! Это видео посвящается всем новичкам в плетении браслетов дружбы. Мы с вами такие браслеты плели не один раз, и некоторые я объясняла более подробно, некоторые менее подробно, но у вас каждый раз получалось. Но я решила, вдруг среди вас есть такие абсолютные новички, которым не совсем понятно, что значит мои выражения, когда я говорю узел направо, шаг направо, два шага направо. И чтобы раз и навсегда покончить с такими недопониманиями, я решила очень подробно объяснить вам все узлы. Для тех, кто уже умеет, вам здесь будет скучно, и вы можете не смотреть. Но если вдруг случится так, что вы будете плести какой-то браслет на моем видео и не поймете какой-либо шаг, то вы можете всегда вернуться к этому видео и посмотреть основы. Всего есть четыре вида узлов. Один из них идет слева направо, и нитки меняются местами. Та нитка, которая была слева, она оказывается на правой стороне, а та, которая пришла справа, оказывается слева. Другой узел идет справа налево. И опять же, нитки меняются местами. Третий узел, он идет слева и обратно уходит налево, то есть нити остаются на своих местах. Появляется новый узел, но нить осталась там, где была. Лево налево. И то же самое есть справа направо. Начнем с узла слева направо. Что самое главное нужно запомнить, что один узел всегда состоит из двух шагов, то есть как бы из двух маленьких узлов. Узел идет так, что нитка накладывается поверх той, вокруг которой она оплетается, идет вокруг и достается снизу. И теперь вторую мы держим пальцами, а первую, которую мы плетем, мы затягиваем. И как я уже говорила, мы делаем два шага. Вот я два раза оплела голубой ниткой вокруг розовой, и это значит, что я сделала один узел. То есть если я говорю, мы делаем узел направо, то мы делаем на самом деле два узла. Сейчас я голубой ниткой пройду весь ряд. Вот, еще раз, один узел направо. Это значит, что я делаю раз и два. И еще раз, один узел направо. Вот, и как я уже говорила, нитки при этом меняются местами. Если голубая прошла три узла вправо, то она у нас оказалась, естественно, крайне справа. Теперь мы посмотрим, как делать узлы справа налево. Здесь, в принципе, все будет то же самое, просто в зеркальном порядке. Левую нитку я держу, а правую я иду вокруг нее. Я делаю два шага, это значит, что я сделала один узел направо. Я делаю пон security. Я делаю это особая музыка. Релativos... С disciplines, чем uno-леплен學, tracks, шаттер, надоれる узелфер. все выглядит. И приходится со мной, С parleеть сои растений, И еще раз. Я опять неправильно сказала. Я сказала направо, но на самом деле мы уже идем налево в одну. Справа налево. Нитки меняются местами. Если миловая делала два шага налево, то она теперь слева, а розовая справа. Продолжение следует. Третий вид узлов это слева налево. Здесь после того, как мы сделали узел, нитки местами не меняются. Как же это делать? Я сказала слева налево. Для этого мы сначала делаем один шаг направо. Один шаг направо и один обратно наверх. И розовая нитка осталась там, где она была. Она не поменялась местами зеленой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз. Один шаг слева налево. Туда и обратно. Сначала направо, потом налево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И осталось только сделать узел справа направо. Сделаем то же самое, как и сейчас, только в зеркальном порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается половина такого узла и половина такого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужен шаг справа направо. Для этого мы сначала делаем один раз налево и потом один раз направо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голубая нитка осталась там, где она была, с правой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, в принципе, и все. Есть четыре вида узлов. И отличаются они тем, что в первых двух видах мы делаем два узелка, одной ниткой вокруг второй, и таким образом нитки меняются местами. А во вторых двух видах мы ниткой делаем одно движение в одну сторону, другое в обратное, и поэтому нитки местами не меняются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я надеюсь, у меня получилось хорошо объяснить. Я знаю, что я несколько раз перепутала слово нитки со словом резинки, потому что чаще всего я работаю все-таки с резинками. Я надеюсь, что получилось понятно. Оставляйте мне ваши комментарии, ставьте мне большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал и обязательно смотрите меня еще. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok